Убить любую тварь Это большая ответственность Самое страшное Когда охотник Издевается над убитой дичью Или наслаждается этим зрелищем Поэтому в развитых странах Уже начинает подниматься культура среди охотников И существуют такие неписанные правила Если сделал фотографии убитого зверя Там не должно быть высунутых языков Не должно быть вида крови Оскала какого-то Или остекленевших глаз И если видео снимаете То народ приходит в ужасное негодование Когда кто-то бежит И пинками добивает подраненную утку Или гуся Это просто уму непостижимо Это варварство Это сразу описывает людей И такими быть нельзя Из таких людей вырастают Такие которые раздевают людей догола На Майдане Или чубы им сбривают И сбивают их Это просто варвары Это садисты Им не важно над кем глумиться Над животными Над людьми Ни в коем случае Конечно такого не делайте Убил животное Если животное ранено И мучается Умертвить его Как можно быстрее И как можно Более щадящим образом Скажем так Не душить там Сидеть полчаса коленом Допустим И не ширять ножом Куда попало И как попало Ну В ухо в голову Пристрелить Я считаю Что мы охотники Мы все-таки Намного гуманнее Обходимся с дичью Чем допустим Какой-то ферма Или где-то на мескомбинате Знаете Когда этих бедных животных Погрузят на какой-то там И везут по холоду Непоянными Некормленными У них поджилки трясутся Уже тогда Когда их начинают Куда-то загонять И куда-то грузить И вообще Даже само это Знаете мерзкое чувство Когда ты приходишь в загон Там гладишь скотинку Вот я тебя К Рождеству Заколбасим у тебя Ну выращиваешь на убой Ну и сам тот процесс Представляете Привозят их Какие-то убойные дома Где там все пахнет кровью Там и запах стоит И все Животные тоже не дурные У них там Уже чуть не Пена на губах И белки Вместо глаз Поэтому охотник Я считаю Более Намного более Гуманно Добывает свое мясо Идешь Честный такой Поединок Ни в чем Не подозревает Обычно Ни о чем Не подозревает Животное Когда ты его Застреливаешь К этому Мы вернемся Начинал бы я С самоопределения Кто ты такой Попытайтесь понять Или вы любите оружие И любите стрелять Или вы любите охоту Если вам ужасно нравится оружие Если вы тащитесь от стрельбы Вам не обязательно ходить на охоту Знаете Купите себе это оружие Купите себе патроны Заряжайте их Ездите на стрельбище Найдите друзей Таких единомышленников Знаете Я здесь встречаю часто ребят Которые просто В поросячем восторге Именно от Владения оружием От обращения с ним И от стрельбы Знаете Я даже видел таких чудиков Которые покупают Там баночки кока-колы Когда они совсем дешевые Железные И потом по ним стреляют Что они взрываются Там с таким Я его пристудил Гуртючок блин Во всем мире Народ там это Извиняюсь Голодает Или от жажды Помирает Где-то там В пустынях Ребята А ты А ничего Это было дешево Знаете Канистры из-под молока Наполняют водой Стреляют по ним Есть любители Которые на дальнее расстояние Стреляют На километры больше Занимаются Себе гонг Там железные Сделают И по нему стреляют Потому что Увидеть не увидишь А слышишь по звуку Стреляют Потом баум Там как гонг Ударило Это их просто В поросячий восторг Тоже приводит Так что определитесь Если же вы поняли Что вам больше нравится охота Знаете Ветерок в лицо Уточки крякают От крика гусей Прямо спать не можете ночью Или снится вам Как этот зайц Из-под ног скачил И убежал Значит вы охотник Значит вы не стрелок Когда вы с этим определились Потом начинаете искать себе Напарников Компаньонов Попутчиков Друзей Товарищей Как угодно их называйте Не кидайтесь в омут с головой Поначалу конечно Если у вас нет Своего автомобиля Если вы еще в таком возрасте Я лично был рад любому Дядке с ружьем Ну Просто вы поймите Что любой дядка с ружьем Он не обязательно охотник Падайте им на хвост Будьте рады Благодарны Когда вас берут Смотрите Перенимайте опыт Но Если дядки пьют на охоте Это уже все Это уже не ваше Знаете Больше с ними не ездите Потому что охота И алкоголь Это совсем разные вещи Как бы они Знаете Там не Не тусовали Их не прикрывали Я видел образованных людей Знаете Я с ними пересекался Уже в зарубежье Поедем вместе на охоту Или на рыбалку Бах Достает эту фляжку плоскую Там Вот по традиции Надо выпить По какой традиции По вашей что ли Так я не хочу Ваших традиций Знаете Оружие в руках И охота Это несовместимо И даже если бы я без оружия пошел Знаете Я приехал насладиться природой Я не хочу затуманить свои мозги Каким-то зельем Не то что я противник Алкоголя Какого-то страшного Видите у меня Насколько добра Я пью его от души Ну я знаю это Короче Не валим все в одну кучу И не мешаем эти вещи Так что не дружите Не дружите с алкашами Не дружите вот с такими Дяденьками со зверями Которые знаете Там это Руки по локоть в крови Там и Как я уже сказал Да там Пинками добивают Животных Не дружите с теми Кто помешан просто На Том чтобы убить Дичь И А каким образом Их не волнует Едут на автомобиле В поле Увидел Ооо давай давай Слушай потихоньку Остановись Выскочил Бах бах Это не охотники Да Они убили Кого-то Что-то Но это не охота Это совсем не охота Поэтому постарайтесь Для себя так определиться Что именно Вы любите И цените в охоте Если вы любите Мясо Ну пойдите Фермеру Заплатите там И застрелите у него Кабана Вот убили И там все И кровь есть И все Если просто Шрать нечего То идете в магазин И покупаете мясо А если вы Именно Снится вам охота Начинать бы Я вообще Начинал бы это С Пришвина И с Турбина Евгеньевой С Некрасовой Замечательные люди Были Знаете У них никогда Не проскакивали Ужасные трофеи А именно Наслаждение Самим процессом И вновь Я в деревне Хожу на охоту Пишу свои вирши Живется легко Опять же Очень важно Понятно Чего вы хотите От охоты Чего вы ожидаете Если вы помешаны Просто на Трофеях То это очень грустно Для меня Всегда В охоте Было самым важным Как-то Уединение Знаете Побыть самим С собой С мыслями Наедине Я очень люблю Разговаривать С интересными Людьми И поэтому Я на охоте Всегда разговариваю Сам собой Очень Любил я На охоте Так спокойно Поэзию Читать Знаете Или что-то там Красивые Из прозы Места Вспоминать Поэтому Если охотник Еще и книжки читает То это вообще Потрясающее дело Знаете А иначе Просто Если как Неандерталец Ехать на охоту Ну как ты можешь Насладиться красотой Если ты Не образованный И невежий Я не знаю Гы Смотри Какого солнца Мне Как-то Не то что везло Знаете Я примыкал Тоже метался В детстве В юношестве Ко всяким людям И просто тщательно Скульпулезно Так Отбирал Фильтровал Вот допустим Меня очень поразило Мы ехали С одним Хорошим человеком Представляете Совок 70-е годы 80-е Что там хочешь Нищета Убожества Пьянь Везде Грязь Даже не утрируя Просто Просто это было И вот мы едем И говорят Ох Вовка Смотри Как красиво А там Это лесопосадка И осенью цвет поменял Желто Красно Там всяко Это было впервые Знаете Когда взрослый человек Заметил что-то красивое В окружающей среде В природе И вот мы с ним охотлись Ездили Не то что он был Всегда очарованный И ходил И замечал И замечал Это было единственный раз Но мне так это врезалось В память И вот такие эпизоды Как-то запоминаются Знаете И вот Это основная Наверное Важнейшая часть охоты Потом ошибочно считать Знаете Вот я смотрю Там на фейсбуке Везде ребята Выкладывают Тучи Груды Убита дичи Вызывает у вас Это уважение Вызывает восторг У вас Вызывает Не знаю что Я вот не то что я завидую Допустим Но У меня это никакого Оставляет меня равнодушным Знаете Эти груды Добытые птицы Или рыбы Они ни о чем не говорят Ни о крутизне Этого охотника Или добытчика Поэтому Результат охоты Он обуславливается Не количеством Убитых птиц Или зверей А Качеством проведенного времени Если ты приехал Счастливый как Бобби Отдохнувший То это самое прекрасное Это как раз за тем Зачем ты ездил Я езжу здесь в Канаде На охоту Я постоянно встречаюсь Знаете меня что Больше всего прикалывает Ходить и смотреть стоянки Где другие охотники Останавливались Допустим Я вижу как они там Ставили палатки Разбивали этот бивак Как они костры Жгли И это Я кстати это уважаю Понимаете Это каждому мужику Здоровому мужику Нужно Хотя бы раз в год Хоть он планктон Какой-то офисный Хоть он бизнесмен Какой-то Кто угодно Ему нужно вырваться Мужику Жены должны его отпустить Знаете куда-то В глушь на природу Он там наморозит Сопли Он там провоняется Потом Знаете Он просидит у этого костра Будет жрать всякую фигню Будет буксовать Где-то тонуть Там в грязи весь И вот он счастливый Потом через эти 5-10 дней Возвращается домой В прежний мир Это нам наверное нужно Мужикам доказать Самим себе И поэтому вот такие вот Аспекты тоже учитывайте Не обязательно Ты там что-то стрелял Не обязательно что-то видел Но ты приехал отдохнувший Ты приехал счастливый Что нам от охоты нужно Главным аспектом для меня В охоте всегда была мечта Знаете Когда вот Думаешь Прикидываешь Вот поедем туда Я вот так пойду Вот так Или вот так Или вот На этот раз сделаем Вот так Друга пошлю так Напарник пойдет нам А я пойду Стану здесь допустим Или прогоню там на них Или выйду как-то И вот это вот Давно Как-то доставляет Больше удовольствия Чем сам уже процесс Ну вы знаете Как у каждого человека Есть мечта Какая-то цель А когда к ней пришел Уже мечты нету Блин, ты уже пришел Надо какую-то там Новую И вот так же на охоте Так Что еще Хотел я быстро собрать И определитесь Какие охоты вам нравятся Да По пернатым Или по Пушным По копытным Они все прекрасны Они все хороши Эти охоты Но Есть большая разница Как ты добыл Эту дичь Знаете Постарайтесь Поставить себя На место этого зверя Животного Да Вы живете в этом лесу Всю жизнь Вы родились там Вы все слышите Все пахнет Это свежая прелесть Это все И вдруг появился Какой-то враг Он там шумит Это одно Знаете И вот начинается С ним поединок Задача зверя Укрыться От этого противника Задача охотника Его найти Перехитрить Это честный поединок Это здорово Это интересно Но когда приезжает Шобла Людей с ружьями И с собаками И Заходят в этот лес И это называют Охотой Ну уже все советские люди Мы все видели Телевидение Наверное Смотрели все фильмы Знаем свою историю Как эсэсовцы Травили нас Овчарками Во время войны Ну не же ли мы хотим Уподобиться Вот таким вот Тварям И тоже быть Такими Да ни в коем разе И поэтому Постарайтесь Привыкнуть к этой мысли Что это не охота Знаете Что не заводите собак Которые там Лазят в норы И рвут там Этого зверя И там Шкуру с него Там живьем И то есть все Это тоже не охота Знаете Я иногда сравниваю Охоту Как-то с сексом Знаете Есть порнуха А есть эротика И вот нужно определиться Что больше вам нравится В порнухе все ясно Там высокое качество Там все Каждую деталь вам покажет Все Но это просто противно порой А эротика Там все это Расплывчато Туманно И все равно приятно Есть какая-то красота Есть какое-то что-то Привлекательное А так же и в охоте Знаете Но он конечно всегда мечтается Что вот выйдет зверь Я вот так стрельну Он как на картинке Упадет А на самом деле Такого никогда не происходит Почти Происходит как-то внезапно Баламушно Все Непонятно как И там не знаю Через пень колоду Ну блин застрелил И потом стоишь Очумевший В этом и есть счастье Знаете Еще в воздухе там Дымок пороха витает И ты стоишь офигевший И не поймешь чем дело Ну знаешь что Радуешься И сердце колотится И все Ну как И никогда не будет Что оно как по струнке Все там это По полочкам будет А оно всегда так и будет Это и есть жизнь Это и есть охота Ну я не знаю Чего вам еще рассказать Ну Наверное важно еще то Что Почему-то У славян Принято считать Что На охоту Невозможно ездить Без шоблы Без банды Без напарников Без друзей Без это Смотря какие друзья Если нет настоящих друзей Которые не разделяют Вам этот поросячий восторг То не надо Не надо даже Зачем Они вам испортят всю охоту И у меня знаете У меня так было по жизни Вы думаете Почему я один охочусь Потому что Всегда и везде Меня подводили И они были Не такие охотники Или не настоящие охотники Я считаю Потому что у них были Семь другие понятия Об охоте Знаете Они ехали там Не знаю Поднять себе адреналин Как-то Но когда его не было То они сразу там Начинали сопли распускать И это У меня всегда Я никогда не теряю надежды Знаете И зависеть от кого-то Ну буквально В прошлом году Поехали вот так Знаете Ну устроился капитально Сижу Сказка Речка По тайге Бежит Раз там Через 20 минут Олешек вышел в воду Пьет там Поднимет Голову прислушивается У него водичка капает Ну сказка Просто настоящая сказка Через 15 минут Идет мой напарник Эй Эй Ты где Че Уже поздно Поехали домой Я б блять Расстрелял бы этого напарника В первую очередь А потом бы поехал домой Знаете Поэтому Так смотрите Не обязательно вам с кем-то Если не с кем И если вы не какую-то Глухомань там едете А просто где-то на окраинах Там где-то зайцев гонять Или что Ну и хрен с ними Не берите тогда никого А Еще очень Интересный такой аспект Я всегда таскал с собой детей Братишек Двоюродных Племешей Таскал на охоту Ну а применяли иногда Отставали Там портили на охоту Ну как-то знаете Разделенное счастье Оно такое это Двойное счастье И поэтому берите Кого-нибудь из таких ребят Берите подружек Берите сестренок Они не должны быть Профессиональными охотниками Они просто должны быть Как-то не подводить вас Вместе с вами Знаете там Немножко авантюристами быть И все хорошо Очень важно хорошо одеваться Хорошо обуваться Чтоб не мерзнуть Ничего И тогда Тогда в день Это получается очень хорошим Знаете Чтобы всегда было покушать Попить с собой Там И предусмотреть Кое-что там Спички в карман Здесь в Канаде Допустим Долго существовало В многих провинциях Такое правило Егерь Если встретить тебя И ты идешь в лес Нету ножа Нету у тебя спичек Нету у тебя компаса Он тебя это Не разрешал просто тебе Заворачивал И все Говорил это Шум и назад Ну то есть Да И не перебарщивать Я смотрю Многие ребята Они это Стараются купить Все на свете Они вот ходят И потом хвалятся Знаете Я себе вот ножик купил Там вот Викторий Нокс Там или какой-то Дорогущий За столько там Заточку держит Там нафрен знает Сколько Куртка вот такая Непотая продуцаемая Ни ветра непродываемая Там ни дождем Ни то ни сё Но в пределах разумного Знаете Как один сказал Очень мудрый человек Тебе не надо Тебе не нужно Большое поле Чтобы вырастить Огромную репку Зачем Можно прекрасно Охаться без этого Простые сапоги Простая курточка С умом одеваться Все Рюкзачок нравится Не обременяет Возьмите рюкзачок Какие-нибудь туда Термос там С чаем Или бутерброды Запасную там Кофту Или что тепло Или носки Я часто брал С собой носки Там и полиэтилен Мешки Потому что Если наберу воды То потом раз На ходу переобулся Там всё это Сухие носки одел Целопонные мешки Наверх Ну не очень конечно Приятно Сапоги по-прежнему Мокрые Но всё равно Нормально По-боже Перекантуешься До вечера И как-то нигде Не пропал Не надо бежать домой Возвращаться Знаете Вот так вот ещё То есть Не обязательно покупать Дорогие цацки Или что То же самое с ружьями Вы знаете Какие у меня были Самые счастливые охоты Когда пацанами Мы нашли какой-то культук Одностволка Без всякой мушки Знаете Приклад разбитый Проволоки перемотанные В одном месте В другом месте Изолента Знаете Нам тогда не приходило В голову Что это как-то Не совсем безопасно Или что И нам дали две гильзы Где-то мы нашли Там пару капселей Попросили Дядник забили Нам эти гильзы Потом мы два дня Сидели Строгали спички Большие спичные Коробки Хозяйственные Спички эти были Серые настрогали Пол патрона Это серые Потом газету С молотком Захерачивали Пожевали И потом гвозди рубили Сидели Рубили Кусали эти гвозди Кусачками Кусочки гвоздей Туда И вот с этими Думя патронами У нас были Самые счастливые охоты Сколько мы с ними Излазили Сколько мы ходили У нас надежды были Вот такие вот мечты У нас там такие Рябчики Такие фазаны Вылетали В мыслях конечно Ну бывало Из-за отсюда убегали Где-то Постоишь По ухо Шпахаешь Даже забыл Что у тебя ружье В руках есть В этом и есть Себя прелесть Наверное Если есть у вас Хорошие напарники Люди от которых Перенять опыт Да Держитесь И ходите с ними Если нет То необязательно На этом свет Книдам не сошлось Так я уже сказал Вам необязательно Нужны какие-то напарники И вы с удивлением Обнаружите Что через год-два Вы сами станете Такими Что все захотят К вам присоединиться И будут вам завидовать И захотят с вами охотиться Потому что Это охота Не знаю Не быстрая сноровка Какая там Моментально стрелять Что-то убивать А именно вдумчиво Спокойно ходить Знаете Запоминать Анализировать Ага Вот сегодня приезжаю Смотрю Там олень Там где-то прошел Завтра смотрю Там прошел И прикидываешь Сопоставляешь Какой был ветер Как то что Как они ходят Какие повадки Почему они всегда На краю где-то там Они недалеко от леса И не в середине леса И то же самое С птицей Почему они отсюда пришли А ветер был отсюда А какое время дня И Чем чаще вы будете Ездить на охоту Тем вы Быстрее поймете Что В принципе особой Мистики нет Знаете Животные Птицы Они довольно предсказуемы И когда вы это поймете У вас начнутся Удачные охоты Птица допустим Увидели что птица прошла Вот допустим Топунок гусей Прошел классно Вот над этим камышом Да Если вы перестанете Стрелять И уйдете с этого места Завтра приедете То 95% Шанс что Эти же гуси Над этим же камышком Пройдут опять В это же время Пробуйте Экспериментируйте На вашей стороне Такой огромный плюс Что сейчас есть Интернет Есть такие Неисчерпаемые ресурсы Просто если что-то Непонятно Что если кто-то интересует Можно вбить туда Пойти Прочитать Начитаться Набраться грамоты Про тех же зайцев Про тех же Не знаю Косуль Про тетеревок Про что угодно Давайте Счастливых вам охот Хорошего настроения Хороших напарников Хороших впечатлений И удачи Всегда во всем До свидания Да И еще Очень важно Если вас не понимают Родители Не понимают Мама Папа Потому что они Никогда не были охотниками В роду Никто не был охотником Постарайтесь им объяснить Не знаю Поможет им Нет Показать это видео Я вырос в таких же условиях Но не было у нас охотников Вообще не было Никто не мог понять С чего мне эта блажь в голову ударила И зачем пацану это нужно Не понимали Знаете Забирали мне ружье Прятали где-то Запрещали мне ходить на охоту И просто считали это Вообще У нас вот в деревне Допустим В моем народе Считалось Что охотники Это разгильдяи Знаете Бабушка постоянно повторяла Дома пусто Шаром покати Скакина не кормлена Он взял ружье И пошел там По лесам гулять Ну не понимали охотников И еще В такие там Средние века Скажем так И неправильно Незаслуженная репутация У них такая Это очень сильно изменилось И в развитых странах Это начали понимать И есть уже много пословиц Поговорок Допустим Те дети Которые охотятся Те не грабят старушек Не вырывают у них Из рук Там сумочки С пенсиями И действительно Я вот насмотрелся Охотники бывают Разномастные Знаете В этом хобби Нет каких-то там Шаблонов Да Что допустим Все начальники Или все крутые Или все образованные Нет Охотники Ну бывает просто Знаете Это какие-то гены Проснулись у человека Он может быть И инженер И учитель И врач И строитель И шахтер И кто угодно Тут Этому просто Никто не подвластит Все абсолютно Любой человек Может стать охотником И Чего их там Собрать Но бесспорно одно Среди молодых Ребят Охотников Действительно Нет таких Которые бы там Потом Баловались Наркотиками Или спиртным Знаете Или там Воровали бы где-то Или грабили Потому что охота Она облагораживает человека И на остальную херню Просто нет времени Знаете Такие ребята Обычно работают Зарабатывают деньги У них есть свои интересы Увлечения Они копят себе Что-то хотят себе купить Для охоты Какие-то вещи Так что Объясните своим родителям Что охота Это самое прекрасное О чем только можно В жизни мечтать Это единственная дорога В моем понимании Которую открывается человек Чтобы общаться с природой Наслаждаться природой Наслаждаться тем Что нам дает Наша Такая короткая И такая прекрасная жизнь Цена